Юбилейные торжества Уральского электрохимического комбината завершились. Громкие аккорды концертов, впечатляющие праздничные мероприятия. И вот настала пора сказать слова благодарности всем тем, кто помогает и сотрудничает с Уральским электрохимическим комбинатом уже многие годы. Ведь, как известно, Урал уран обогащает. Но за этим стоят люди, талантливые, преданные своему делу. Именно в их адрес прозвучались слова благодарности на торжественном приеме генерального директора Уральского электрохимического комбината. Рассказывает Юлия Балдина. Так сложилось, что Новоуральск и Уральский электрохимический комбинат работают единой сплоченной командой. Это касается социальных проектов, призванных улучшить жизнь в нашем городе, а также в праздновании масштабных юбилейных событий. Мы пригласили сюда людей, которых мы считаем очень влиятельными людьми в городе. Ваше влияние на чем основано? Из-за чего влиятельнее? Из-за того, что на ваше мнение ориентируются многие наши сограждане. И благоприятная среда по отношению к комбинату формируется за счет ваших высказываний, вашей работы, вашего мнения по отношению к нам. А для нас залогом нашего успешного развития и нашего функционирования является именно благоприятная социальная среда и хорошее отношение к нашему предприятию. Чтобы сограждане любили нас, понимали нашу важность, ценили нас. А мы со своей стороны очень любим свой город. В этот день в недавно открытом атомном каворкинге прошел торжественный прием генерального директора Уральского электрохимического комбината, где собрались представители разных сфер жизни Новоуральска, которым Александр Дурин выродил глубокую благодарность за их многолетний труд, вклад в развитие комбината и города. Все они разные. Одни лечат, другие организовывают досуг, третьи отвечают за безопасность. А в целом они делают жизнь в городе комфортной. Наша работа посвящена целиком и полностью тому, чтобы здоровье работников Уральского электрохимического комбината позволяло осуществлять то лидерство, о котором сегодня так было много сказано. Наша совместная работа с Уральским электрохимическим комбинатом насчитывает уже более десятка лет. От всей души хочется поздравить и работников комбината, и жителей города с теми юбилеем, который у нас сейчас уже отгремел, то есть отгремел на достойном высоком уровне. Ну а то, что касается взаимодействия города и комбината, то в части моих вопросов, связанных с безопасностью, находилось, находится и будет находиться на высоком уровне, потому что с учетом специфики города без этого мы никуда. Мы всегда взаимодействовали, решая те задачи, которые перед нами поставило государство. И, соответственно, будем и дальше эту функцию выполнять. Чем безопаснее будет наш город, тем лучше в нем будет жить нашим людям. Уральский электрохимический комбинат, по нашему глубочайшему убеждению, это наш главный социальный партнер, с которым мы сотрудничаем уже много-много лет. Уверен, что наше сотрудничество, которое уже переросло в дружбу, будет продолжаться. Перспективы у нас хорошие в продолжении нашей совместной деятельности. Так что, пользуясь случаем, еще раз хочу поздравить наш любимый комбинат с юбилейной датой 75-летия, ну и, конечно, наш Новоуральск с 70-летием. Торжественный прием стал отличным подтверждением того, что Уральский электрохимический комбинат и Новоуральск – это единое целое, объединенный общей историей и традициями. Пошли очень серьезные праздничные мероприятия. Мы совместно с комбинатом, с памятником, готовились, служили душу, сердце. Я действительно вчера, Виталий, просматривал снова наш праздник пятичасовой, действительно все удалось. Осталась такая вот легкая грусть радостная, да, потому что это уже прошло, но в то же время и гордость за то, что мы сделали вместе с вами. Искренняя благодарность каждому из вас за то, что вы делаете каждый день. Для нашего города, для наших жителей, для собственного будущего, для будущего наших детей. Искрин вам покой. Атмосфера благодарности и взаимопонимания стала отличным завершением юбилейных торжеств. Уральский электрохимический комбинат развивается и с уверенностью смотрит в будущее. И, несомненно, это будущее невозможно без людей, живущих своим любимым делом и преданных своей работе. Юлия Балдина, Николай Ларионов, Новоуральская обещательная компания.